хочу сказать что как бы созданный это ребенок который никаких денег не имеет вообще вот его создали вот он живет его все получает и как бы родители раска распоряжается его жизни вообще полностью созданы ему деньги зачем поделиться своим осознанием созданы это для меня оказалось когда чужие мысли чужие идеи да чужие концепты вот я обусловлена чем-то и когда это находится в моем пространстве в теле в мыслях там в эмоциях да вот вот в этом комплексе ощущений вот то я тогда созданная получается что я когда следую за чужими идеями за чужим чем-то вот ну было прикольно это наблюдать спасибо миша я сейчас в общем обнаружила что это было до медитации в себе меня вот это вот состояние созданное то есть она так включается 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 и когда начала копировать очень много заряда в этом было то есть фактически какая-то вот любая мелочь она провоцировала и включала вот эту драматизацию и для меня большая победа на самом деле жизни очень мешало жить я не понимала как это происходит вроде бы вот если в кругом посмотреть очень высокая обладательность а здесь сразу такой провал я увидела что был огромный заряд и это реестимулировал и создавал вот эта ситуация и сейчас отключила драматизацию и просто можно не просто разрядить а отслеживать и отключать но прямо сейчас тоже озарение пришло что действительно когда начинаешь какое-то новое дело и не знаешь что там когда с чего начать вот то идешь какому-то специалисту который может обучить и действительно здесь как созданные поднимаешься вверх по ну до самого верха пока не узнаешь как это работает и что нужно делать ну здорово спасибо вам большое ирина меня вот тоже хотелось поделиться своим пониманием когда я начала работать да вот из состояния омни вот и такой тоже образ пришел что сидят люди там чем-то занимаются да кто-то в своих циклах и так далее и вдруг у меня компульсия высказать свое ценное мнение что-то там кому-то навязать что-то там вручить то есть я ну как бы очень хорошо осознала идею компульсии вот в этом состоянии когда вот возникает необходимость да сделать вклад то есть ну как бы у всех все хорошо да и вдруг я начинаю там что-то кому-то навязывать как раз вот с этими ну с этими вот идеями работала да вот именно с компульсией но тоже было очень полезно в моем случае как-то очень много было заряда на именно на необходимости конфронтировать вот но в принципе процесс еще идет я его понемногу рассоздаю но заряда реально что-то как-то много я хотела тоже поделиться интересно была сцепочка связка с предыдущим пунктом прям однозначная вот то есть когда совершишь какую-то глупость вот в результате компульсии да там необходимо сделать вклад а потом сидишь и есть необходимость конфронтировать этот результат полученный вот присутствовать там где не хочется как бы участвовать там где не хочется да и вот явно увидела не компульсию а усилия то есть когда принуждаю себя в чем-то быть вот и вот вот прям хорошо так раз создавалась тоже много ситуации было да когда там скажешь какую-нибудь глупость тоже у меня был эпизод как бы как компульсия да задать вопрос прям откровенная компульсия и закончилась тем что я сижу и у меня есть необходимость конфронтировать вот результат того что я создала да так кавычка создала ну как бы создала конечно но вот именно вот вот в технических состояниях сама команда от самой команды я почувствовал уже такое повышение по тону что ну как бы уровень необходимости уже сразу как бы у меня повышается что я всякие ситуации начинаю прокручивать там конфронтировать там ну на уровне человечества на уровне групп какие-то ситуации на уровне самого себя например личные какие-то и вот повышение произошло по тону интересно увидел как шкау между собой взаимодействует где-то падаешь по шкале по одной и происходит такое падение по другим связанным шкалам например есть там вы делать иметь иметь это обладание тоже там есть свою школу вот казалось бы всего лишь третий сверху снизу до уровень это ощущение очень яркое поднятие по шкале по новой по поводу того что вот есть определенное принуждение я увидел что есть некие индивидуумы которые обожают создавать принуждение в отношении другого человека там ну ладно там вы мои руки да надо вымыть руки но когда там это начинает становиться вот именно с усилием то есть это получается что это внизу шкалы тонов то есть ты чувствуешь себя переконфронтирован с другого как бы терминала и это угнетает и я вот всегда думал почему меня так вот не нравилось какие-то даже с виду непринудительные там просьбы или что-то такое но вот видимо в тоне человека когда человек был в том тоне когда это именно не просто проконфортируйте чистоту нет это было из тона тебе необходимо то есть это было низко и я это видимо чувствовал вот я сейчас создавал классно спасибо да я когда агитировала эту команду на гс на теле было много заряда я не знаю не вникала были какие-то там вспышки мысли по поводу там молодое тело молодости все такое там новые свежие клетки интересно было у это на я почувствовала момент отщепление этой драматизации на предмет того а вот там в прошлом году было больше заказов и вот как-то часть внимания там остается учитывая ну там на каком-то контрасте и вот я почувствовала отщепление вот этого драматизации вот ну вот этой штуки то что там а когда-то было мороженое по пять копеек и все такое ну типа в этом роде в моем случае прикольно интересно такое сейчас необычное интересное состояние значит вот я тоже хочу отметить такую вещь вроде бы мы в обычной жизни мы драматизируем действительно и там как-то иногда унываем да вот у меня там была вот такая машина вот сейчас там ну какие такие вещи до которых сегодня мы не имеем но когда-то и не самое интересное что вот эта вот команда она действительно карта начинаешь чтобы вот это вот о боже так у тебя у тебя столько всего было столько побед столько достижений столько обладательности то есть и когда ты вот это вот начинаешь рассматривать вдруг это превращается в плюс то есть ты как уже не не драматизируешь а именно рассматриваешь что ты имел и это собственно говоря действительно повышает по тону потому что ты даешь себе ты ставишься плюсы за то что у тебя вообще столько всего было ты молодец вот поэтому действительно команда интересная и я тоже чувствую как мы от команды командой действительно получается как мы продвигаемся по тону это прям очень очевидно первый раз наверное так вижу как по шкале тонов можно двигаться по командам и поднимать тон то что у меня открылся смысл но вот этого концепта плане того что я увидел что есть некие области в которых был потенциал который можно было бы задействовать но он был не задействован и от этого разочарование то есть одновременно как бы состояние разочарования конфронтировалась условно там мог бы выучить китайский но не выучил там была такая-то возможность а она была в потенции то есть в самом то есть обладание было но как бы это до этого обладания кишка тонка было дотянуться вот и в итоге ну вот это вот у меня вот такой был процесс сейчас все спасибо хочу сказать немножко подзабыла но что-то вот имел и нет невозможно иметь это вечно ну чё ты не имел вечно не получится все равно как почему-то жалко терять но если ты думаешь что ты не можешь больше создать то и как бы и жалко терять но можно создать чуть новое но это чьи это были концепты ну как бы чьи какие-то там идеи я даже не знаю ну вот это все так сказать посыпалось на меня но это не тяжело но какие-то психозы на эту тему существуют у людей вот я имею вот а теперь я иметь не буду потому что все что я имел я потерял ну и вот и ну можно же создавать что-нибудь еще кстати да очень похоже на то что лена сейчас сказал у меня заре не такой был но имел что-то но отлично как будто старый цикл закончился да ну иди создавай новую и как бы тоже хорошо то есть понимание того что эту игру отыграл неважно там хорошо не хорошо но сделай опыт и все можно идти и создавать новую ну то есть если без драматизации к этому относиться то это очень хорошо одно закончилось другое началось на прямом проводе орудия у меня там такие мощные победы что я потом к следующему процессу не могу приступить там пару дней стрелка плавает и у тебя просто ничего не стимулируется и не хочется для меня это как с одной стороны это очень важная победа например очевидная а с другой стороны я не осознавала и сейчас благодаря этому процессу я увидела что я очень падала по тону то есть там день прошел я не смогла сессию попасть второй день я хожу и драматизирую там достижение цели ты не делаешь то что ты должен сделать да вот в общем я это не осознавала я понимаю что можно просто альтернативный план иметь ввиду что такое может быть где долго могут плавать ну и делать так чтобы вылететь это достижение я вот на этой команде увидела разницу вот момент когда есть драматизация имел и в этот момент я как это допустим отождествляю себя с массой которая несет ну как бы эту события в прошлом да и она сегодня существует то есть я сегодня рассказываю что я имела и отождествляю в этот момент с собой и совершенно другое состояние когда это событие уже находится без заряда просто в аналитической памяти и это уже видно как завершение цикла как легкость ну как то что то что было не сегодня сегодня это уже совсем другое и вот такой момент это в два этапа происходило сначала там чуть-чуть какие-то зарядики были но я вообще ничего не зашел зацепиться не смогла там все раз создала и все но потом ну как бы задержка общения произвела и вот она возобновилась и мне удалось откопать вот на этом на растрачивать замену моей драматизации на предмет того что а вот ты дура вот ты вот там рукожопка и даже это не смогла и в общем да рассоздала эти все заказы заряды на предметы этого прикольно на самом деле тоже вот посмотрела на ситуации когда была замена да и как бы я растрачивал то есть я вообще считаю что ну как вы знаете как увидела честно говоря мы иногда да действительно вот как Ирина говорила уже что иногда там переживаем за то что вот там что-то там не успела сделать или как бы вот за зачем мне там вот надо было там потому что здесь вроде как бы не так как в предыдущем варианте было но ведь по факту получается что что ведь все равно это другая ситуация да то есть мы там произошла как бы некая замена да то есть насколько мы там как мы используем эту замену или мы ее растратим вообще в хлам да то есть как бы не возьмем ничего оттуда для себя то есть если мы совсем как бы нас эта замена не устроит тогда конечно мы ее израсходом то есть мы растратим и просто отменим так скажем варианты будем искать другой но ведь в принципе по факту если посмотреть даже на все вот эти как бы случаи замены может быть даже они всегда были удачные и нам пришлось их растратить но тем не менее как бы в каждой в каждой этой замене мы ведь получили какой-то и опыт и вариант и результат и приумножение так скажем и нашего опыта и и ну каких-то наших там способностей жизненных что ли разбираться в людях или там в каком-то новом виде деятельности или в каком-то человеке и так далее поэтому я вижу в этом не только минус но и как бы некой некий прирост так скажем я на на вот этом вот на этой команде на этом состоянии не знаю почувствовала момент потери обладательности вот ну вот такая вот картинка вот ты там работал на одной работе не справился с ней потому что нет у тебя обладательности там соответственно нет результатов профессионализма вообще чего-то ты ушел пошел на другую работу да там заменил ее на этой у тебя тоже не будет никакого результата потому что тебя в принципе ну уже нет обладательности так и интересно да вот если там свою ну да вот я почувствовала на этом момент потери обладательности если ты уже что-то на что-то заменил то значит у тебя не все окей с предыдущим вот я как-то долго впрягаюсь но потом в топлива вот по поводу вообще всей шкалы вот у меня такое ощущение озарения что ниже чем создавать вообще все плохо то есть но если если взять глобально и по ощущению внутренней не знаю целостности самореализации отдачи любом аспекте если ты опускаешься ниже создавать ты предаешь себя вот но смысле это как бы не не лозунг а вот это вот какое-то внутреннее ощущение вот по поводу заменять на что-либо растрачивать 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 было сложно там и когда мы поднялись на заменять на что-либо я понял что вот когда-то я вот что-то конфронтировал до этого я там создавал да условно вместе сразу подняться то есть я создавал а теперь я не создаю но я поэтому мне приходится вот заниматься чем чем не попадя ну условно по жизни я увидел там свой несколько там глобальных фейлов и все из-за чего из-за того что я ввелся на то что ну в смысле как бы мне прямовали мозги на уровне необходимо конфронтировать вот то есть ты не мало того что ты не ну не конфронтируй не будь в тоне как бы конфронтировать тебе необходимо то есть навязанное конфронтирование это ну это а для тета вот это ему наручники просто реальные наручники вот в итоге что происходит в итоге вместо того чтобы ну и штейн он молодец он конечно как бы по обладательности не уступил но все равно потом сказал что я следующий жизнь буду просто играть на скрипке пошло оно все вот в таком ключе вот если как бы это ну и я вот это вот почувствовал ну очень сильно у меня проехалось все спасибо смотрите пока мы не создадим вот эту ситуацию да пока мы не растратим замену да то есть увидев какие-то вещи там которые может быть нам и не очень приятно осознавать или там растрачки как бы эту некачественную замену и пока мы не заменим на суррагат на какое-то некое подобие то есть это уже действительно вроде бы более точная работа но тем не менее как бы мы опять ну так скажем попадаем не в десятку не в яблочко да потому что мы заменяем на подобие но это не точная копия так скажем того чего мы хотели и собственно говоря ведь это тоже ведь нам дает некий прибавку к нашему так скажем осознаванию да то есть мы чувствуем все равно интуитивно там на уровне и тетана и на уровне гс то есть мы все равно чувствуем это что-то не то да и нам хочется все-таки найти вот это истинное поэтому я думаю что в любом случае каждая эту ступень она дает нам некую прибавку и к осознанности тоже поэтому не знаю я не увидела ничего такого ужасного в этом ну вот этой работе и даже когда находила какие-то моменты да действительно там замена была на суррагат но ведь я увидела это в итоге то есть это здорово все равно это прибавка это хорошо я поняла что мне приходилось собственно всю жизнь бороться за то чтобы не заменять что-либо но как у хаббарда есть данное то что делаю человеку по моему это делаю и у меня есть такое понятие как средний слой населения в общем это люди которые по найму большинство работает там против своего желания на нелюбимой работе когда-то родители так делали и ночью детей и создается такое напряжение и а у меня как-то по жизни у меня даже не явка называли это несмотря на то что я всегда очень много работали что на водике я очень люблю работать пахать так по-настоящему у меня даже ощущение складывалось что люди они у меня за то что я делаю то что я хочу и нереально приходилось это бороться я вот сейчас просто осознала что происходит то есть меня обесценивали за то что я не изменяю что я делаю что я хочу причем я делаю абсолютно наглые вещи я создала сеть салонов красоты я сама роскошно бегала денег было много это было престижно все время да и как только я вдруг понимала что нечто это не мое как-то не совсем моя игра да мне вот это нравится я взяла и все закрыла и пошла там в саентологию да там учиться на аудиторах я же сидела очень долго там без денег там черный хлеб вода да я занималась тем чем я хотел и для людей это было тем даже невыносимо то есть для того чтобы в нашем обществе не заменять да приходится побороться за свои интересы сейчас у меня такое зрение не поддаться влиянию среднего класса этому подавлению ну и в общем то были моменты пинства когда кругом индицентка идет я хочу просто добавить что для тетана лучше хоть какая-то игра чем никакой когда вот никакой сидишь в пустоте схватил чё попало и давай играть ну что-то меня так озарила осенила озарила я вспомнила свои слова по поводу какого-то из предыдущих вот этих терминалов что вот там я себя обзывала даша я дура там рукожопка я подумала блин но я же не могла себя так называть это контур какой-то и ба-бах то есть у меня получилось всего прогнать эту паразитку которая мешала мне обладать моими способностями к труду и обороне способностями к самореализации к моему вкладу в общество и мир вот такая вот огромная победа а